поехали всем привет сегодня у нас 4 января 1 лай в этом году я в том году начал его с того чтобы что-то новенькое принести ему уже можно сказать можно отметить сегодня год примерно я начал первый лайф как раз январе того года вот и хотел как-то выйти на другой на новый уровень опыт был потому что мы очень долго на протяжении года в скайпчате общались голосом я хочу потихонечку перевести это именно на общение голосом потому что есть что спросить и что ответить можно на вопросы не вопрос можно какие-то пропустить особенно когда идут такие серьезные и с большим объемом информации лайвы вот хотелось бы это быстро прогонять и по смыслу вот и было именно живое общение я думаю какого-то такого негатива чем все боятся живого общения мне кажется первую очередь от того что просто боятся во вторых не обладает информацией вот которые заявляют и в третьих это бояться тех людей неадекватных которые будут присутствовать может быть это самое главное но надеюсь такого у нас не будет в принципе ну заблочим ничего страшного зум позволяет как бы проблем особых я думаю не будет но там дальше посмотрим по поводу информации как бы обладаем страха нет никакого что что-то спросит такого чем мы не знаем чем мы не знаем скажем что мы этого не знаем вот по поводу заданного вопроса бывает просто трудно понять бывает что ты пропускаешь и по смыслу я очень часто вижу что просто очень сложно мне ответить некоторые вещи которые надо переспросить чтобы понять потому что быстро читаешь ну особенно это для приглашенного гостя которым там первый раз там второй раз вот балаган тоже я думаю особо такого нету все тут такие нормальные адекватные люди по большому счету и просто в живую очередь и все эти вопросы мы и даем вот это что касается по зуму что касается по сегодняшнему теме вот что я написал очень важно я считаю для меня лично для меня лично существует три задачи на амазоне первая задача выбрать товар что нам даст базу чем мы лучше выберем товар тем нам будет легче но здесь очень много подводных камней связанных с тем что даже если мы выберем на данный момент самый идеальный товар реально по нашим деньгам по нашим возможностям по объему по продажам по доходу совершенно не факт что через те два месяца когда мы начнем запускать или придем какому-то результату потому что по большому счету на первые две недели уже понятен результат процентов наверное на 70 вот и вытянуть товар за счет каких-то дополнительных действий после первых трех недель у меня опыта не было то есть можно его скорректировать можно что-то сделать но серьезных серьезных таких вещей которые можно было бы скорректировать запуск товара уже нет то есть вот вы три недели у вас прошло с момента первой продажи предположим потому что многие спрашивают каком момента бус начинается там и все остальные дела но предположим это первая продажа когда у нас басолеран появился то есть amazon точно уже сто процентов нас увидит то есть вот закладывайте около трех недель на мой взгляд этого достаточно срока что сказать что удачный запуск или нет и когда люди по два там по три месяца ждут или там какой такой период времени это бессмысленно надо я не знаю какие-то делать и выводы смотреть анализировать какие-то используют новые стратегии делать перезапуск ну опять же естественно у всех свои цели и задачи на амазоне я просто лично и так делаю естественно зависит от многих факторов товарных остатков сезонности ну и многих других моментов бывает даже технической такой возможности нет или это очень дорого например увозить но я планирую уже перезапуск и уже думаю как мне все тем проблемы те задачи решить которыми не получилось при первом запуске то есть понять в чем причина то что бывает когда ты вот действительно серьезно погрузишься в течение вот этого месяца там полутора с этой реально этим будешь заниматься вот ты вроде смотрел на эту нишу найти конкурент на все остальное и что-то проглядел и ты вот когда уже туда зашел как вот шкурой собственный почувствовать вот эти все моменты и ты увидишь то что не видел как вот на точке смотришь и их не видишь а когда сконцентрируешься видно какое 3d изображение здесь абсолютно то же самое по крайней мере у меня так может быть я такой человек второй момент у нас китай с связано большое количество нюансов которые решить дистанционно отсюда достаточно сложно решаем различными способами различными компаниями различным там даже я не знаю группы перед лиц и единичными лицами которые нам помогают в многих моментах есть я со многими людьми уже общаясь у которых которые очень долго давно с китаем работа которых нет проблем вообще с этим то есть и поиск товара и проверка все есть люди которые вообще никогда в жизни не английского не китая вообще не знаешь такое алибаба таобао там и так далее вообще там с интернетом не связано вот им в этом отношении естественно сложнее но при нескольких вопросах в группе мне кажется даже не надо никаким там людям обращаться за деньги или просто кого-то напрягать вам и так без проблем ответит кому можно обратиться или обратиться к тем кто является там посредниками они вам просто все и так распишут что они заинтересованы вам помочь вы потом просто к ним обратитесь это мне кажется самый оптимальный вариант то есть опять же китай нельзя рассматривать его в обычной плоскости исключительно там достаточно просто это комплексное решение потому что я например находя товар устроит все нормально переговоры провели так далее доходит до какого-то уровня ты начинаешь улучшать продукт ты понимаешь твоя фабрика делает медленно ты понимаешь твой продукт хочешь например более дешевый сделать или более дорогой или эксклюзивные или кастомизации или короткие идут навстречу не идут то есть в процессе работы даже при первых переговорах и даже начале работы когда ты выходишь на бешеные продажи на средней продажи на малой продажи условия меняется только сегодня один очень позвольте вам сказать с этого нового года у нее себестоимость вырастет на 15 процентов просто то есть первый раз 2000 заказали это не маленький заказ причем было на что не 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 на металла сейчас скажу на что сейчас вспомню пластик пластик да то есть просто вообще ничего не стало я еще ни разу не слышал мы постоянно первый и причем была поставка 500 2000 сейчас 1000 2000 тоже висит то есть не маленькие поставки то я не знаю я конечно буду у людей спрашивать по этому поводу вот то есть если такая статистика потому что я точно знаю человек который такой же товар у меня ученик запускал я у него обязательно уточню вот и получается так что у нас другая ситуация мы я никогда на начальной саде не торгуюсь хотя сейчас минимальная партия заказа у нас 2000 штук торгуем и опять же недорогими товарами на которые мы себе можем позволить то есть я торгую до 10 долларами товарами чаще всего это в районе с доставкой естественно чаще всего это до 6 так вот долларов я стараюсь товар но не менее 2000 то есть две три четыре пять то есть у нас уже вот от двух до пяти тысяч вот в этом диапазоне вот когда поработав с амазоном уже понимаешь какие товары продаются какие не продаются ты уже понимаешь свои риски то есть это не ставшим и такие грамотные неграмотные просто уже по-другому на это вообще смотришь и для этого очень много причин вот работа с китая вот именно такая сейчас я вот и на разных стадиях объем продаж разные ситуации от меня сегодня пастащики через моего помощника сказали что они там какие-то супер условия по доставке что-то такое нам сделали и наконец-то там что-то изменится но не знаю у меня проблема больше по качеству я в любом случае понимаю что когда ты бестселлер или там что-то в этом роде и с тобой жестко борется и ты там то первый то второй то третий заливается негатив то есть вот на протяжении трех месяцев и дропшипера цепляются сегодня мне опять дропшипер сел на мой листинг то есть не видимо товар кончился вот сейчас пришел хотя мы думали мы его все-таки закрыли нет как работал так работает и систематически эти однозвездничные отзывы я конечно понимаю вот но когда ты 100 штук день там 50 штук день продаешь и тебе раз в неделю раз в квартал и раз в три дня приходит одна звезда и ни одного положительного отзыва там одна звезда две звезды 1 2 я конечно все понимаю то есть люди видимо не подходит но остальным подходит потому что рефаунды есть но это не смертельно вот это вот работа то есть я понимаю что как бы не было из той части отзыв поддельных и настоящих эффективных моих конкурентов по любому есть настоящий я стараюсь как бы их анализировать хотя вот мы сегодня как раз по этому поводу работали вот ну что-то как-то не понятно немножко вот не сходится не понимаю вот хочу просто с китайским говорю да Им не говорю все равно какая цена у меня зазор более-менее достаточно мне нужна супер качество вот он не надо на это качество от качества и вот эти моменты работы с китайским производительным происходит ты постепенно переходишь на другие уровни постепенно придется ехать китае естественно искать более качественные, вот, и так далее, и так далее. То есть, это вот работа с Китая, ее нельзя воспринимать как вот чистый лист, то есть вот по плоскости мы идем от пункта в пункт Б. На самом деле, там очень-очень много всяких моментов, и я на самом деле даже не собираюсь закрывать старый магазин, пускай с, я не знаю, второсортным там, или обычным рыночным товаром, но я буду искать обязательно поставщиков премиального этого товара, что я хочу линейку развивать, даже пускай те же самые товары, но другого уровня, другого уровня качества, может быть, то есть вот в этом направлении, потому что в других товарах я сталкивался с этими товарами, а из этого материала вот, я видел действительно совсем другой уровень качества, то есть надо с этим работать. Выкрики и все остальное, я думаю, не проблема. Может быть, даже действительно надо просто переходить на совершенно других поставщиков. Вот, то есть из-за этого говорю. Следующий момент для меня вот на самом деле это момент запуска товара. Это все, это самое важное, потому что я подхожу к Амазону как к конвейеру, который продает, в принципе, все подряд. Особенно те товары, которые продаются на Амазоне. Вот, то есть никаких проблем я не вижу в том, чтобы продавались обычные товары на Амазоне, все те, что мы видим. Вот, единственный для меня один критерий в конечном итоге, ну, не один, много критериев, на самом деле, но основные это, естественно, сезонный тренд, наверное, то есть тренд, в принципе, если будет более точно, и второй момент, это маржа. То есть тренд мне показывает, что будет в будущем, то есть через 2-3 месяца, хотя бы хоть какие-то показатели, плюс моя таблица выбора товаров, там все-таки есть уже годовая история по большому количеству товаров, пускай она точно, не точно, не важно, но я вижу вот эту динамику, вверх-вниз, какие месяца, пиковые, соответственно, проваливаются, и все остальное. Вот, следующий у нас момент происходит, значит, запуск. Запуск, получается, это себестоимость, еще раз говорю, и сезонный тренд. Вот, и момент запуска, я все время над этим работаю. То есть, когда люди что-то там рассказывают о каких-то частностях, на самом деле работает только комплекс. На мой взгляд, это и классный листинг, однозначно, и правильная цена входа, однозначно, и отличные фотографии, и не надо там рассказывать какие фотографии. Кому-то Левитан нравится там, я не знаю, кому-то там одни картины нравятся, кому-то нравится там такой музыкант, кому-то нравится такой спортсмен, это все вкусовщина. Ну вот, я люблю минимализм, я люблю, как вот мы, вот с Денисом Судимченко в этом отношении, я на сто процентов с ним согласен. Это чем меньше слов, чем меньше ключей, тем больше их вес и значимость. Вот, но это мое мнение, я так делаю. Каждый может делать по-своему, кому как нравится. Я развиваюсь в этом направлении постепенно, плавно и просто кодаю к этому. Что касается фотографий, то же самое. То, что мы сейчас как раз обсуждали дизайн упаковки, вообще мне нравится спокойные пастельные тона, там, я не знаю, там много белого, все простое, все понятное, нормально читаемый текст и так далее. Кому-то нравится аляпистая, яркая и так далее, потому что на белом фоне смотрится более выигрышно. Но мне кажется, если все аляпистое, мы должны быть пастельными тонами. Если все такое простое, лаконичное, ну, может, есть смысл тогда сделать черное там, сделать там какой-то такой яркий. Но это еще, я говорю, это все вкусовщина. Кому-то 3D нравится, кому-то не нравится. Есть моменты, я лично не нашел конечную компанию, дизайнеров или еще что-то, в которой есть четкая стилистика. Я им отдал, дал задание определенное, и они мне это сделали. Вот. Ну, и опыт показывает, что на самом деле Amazon, на мой взгляд, когда я туда только заходил, я думал, блин, вот такие фотографии крутые по сравнению с Алиэкспрессом, я не знаю, или со многими другими. Но со временем приходишь к тому, что вообще вот практически во всех нишах в основном плохие фотографии. Ну, кроме крутых, конечно. Есть серьезные ниши, где действительно там такая уже конкуренция на таком уровне. Но основная масса ниш, особенно где я, например, такие простые товары, вот, там просто нет нормальной фотографии. Не то что, а просто их нет. Вот. Даже мы там стараемся что-то сделать, но это я вижу, это больше такое, ну, что-то между высококлассным любительским фотом. То есть, в любом случае, это не тот уровень, которому, например, предела совершенства нет. То есть, уже сказать, что все, закончили. Ну, и там же много фотографий. Там первая фотография должна быть по такому принципу, вторая фотография по такому, третья по такому. Вот. И когда мы все это сделали, то есть, фото, текст и цену, вот, у нас все осталось только одно. Это, по какой причине нас должны купить. Вот. Для меня, я много раз об этом говорил, могу еще раз повториться, это мы решаем три задачи. Первая задача, нас должны увидеть, то есть, мы должны попасть в трафик. Мы эту задачу должны решить. То есть, мы должны попасть в трафик, ее решить можно двумя способами. Органически, то есть, каким-то образом выйти на первой странице по конкретным ключам. Вот. И искусственно, через PPC. То есть, просто залить большой бюджет сразу. И, вплоть до того, что даже мануальную кампанию включить, когда мы знаем ключи, на экзакт, и мануал, тоже достаточно по высоким ставкам, даже по-любому по высоким ставкам. И, соответственно, автомат тоже самое. Большой бит, большой бюджет и вперед. Вот. Но вопрос по рекламе, я думаю, никакого нет. То есть, понятно, что с рекламой надо работать. Для того, чтобы была выше конверсия на рекламе, нам надо получить максимум отзывов. Вот. То есть, чтобы у нас, точнее, чтобы у нас были звездочки. Потому что без звездочек конверсия будет ниже. Чем будет выше, чем будет большее количество звезд и будет выше рейтинг, тем у нас будет КПД рекламы больше. Это 100%. Обсуждать смысла нет. Спорить бессмысленно. Могу точно это сказать. При тысяче отзывов будет конверсия намного выше. Я сейчас конкурирую с... У меня есть главный конкурент. Он с 7 тысячами отзывов вылазит просто без рекламы, без ничего вообще. Да, у него есть история. Вот. Хороший продаж. Но он вообще не рекламируется. Просто он топ-1, вообще безоговорочно. Только товар у него появляется, он встает на свои позиции и он вообще даже не смотрит ни на что. У него 7 тысяч отзывов, 4,5 рейтинг и ему по барабану. Причем это не склеенные никакие, а вот так. Ну и другие моменты то же самое. На данный момент из-за этого склейка приобретает такой массовый уже характер по большому счету. Вот. И мы как бы вот рассматриваем и смотрим, насколько конверсия увеличивается, уменьшается. Но это все постепенно. То есть постепенно, но конверсия однозначно увеличивается. Самый-самый сложный момент для меня это органический выход на первой странице. Во-первых, по каким ключам? Первый вопрос. И второй вопрос, в принципе, как? В чем смысл ключей? Мы, например, когда делаем любые манипуляции с пониманием, по каким ключам нам двигать, у нас какие бы спецы ни были, в любом случае, так как мы не понимаем. Так, Роберт, обошли две и ты. Да это понятно. Я не говорю, что только отзывы. Я говорю о том, что отзывы влияют очень серьезно на конверсию. То, что вы обошли, это частный случай, я вам говорю, общее. Понятное дело, конечно. Вот. Тем более, надо смотреть обязательно на рейтинг. Если у них там 4,5 звезды, что за товар, какой ценник там. Вот. Но очень часто, очень часто, точнее, не очень часто, я вам точно могу сказать, что на конверсию количество отзывов очень серьезно влияет. Вот. Если с вами будет конкурировать серьезно, слава богу, перекреститесь, пока не пришел какой-нибудь крутой действительно продавец. И это все. Ну вот, видите. А если бы рейтинг у него был бы высокий, то было бы сложно. Ну, это не столь важно, на самом деле. Поверьте на слово. Вот. В любом случае, на конверсию это очень серьезно влияет и повышает ее однозначно. Вот. Так, значит. Сбился немножко. Ну, смысл, короче, такой, что мы решаем первую задачу. Это именно наши показы в органике. Как их добиться? Способов огромное количество, вот, которые постоянно меняются, изменяются, решаются там по-всякому. Вот. до октября месяца того года. Проключи, про ключи ты говорил. Что там с ключами, напомню? Ты логику ввел проключи, что их найдено, тра-та-та. Понятно, короче. По поводу ключей, мы когда выбираем свои вот эти вот обзоры ключей, у нас получается какая проблема? То, что мы в основном берем высокочастотники, естественно, периодически, периодически не попадаем в какие-то ключи, которые не являются хвостами. Ну, то есть, если мы возьмем у товара, бывает действительно одно название и идут от него только хвосты. А бывает действительно у товара есть слова-синонимы, которые в том же Merchant World или в аналогичных программах не проявляются. То есть, например, я люблю этот пример Tumblr, Cap и Mac. То есть, они достаточно сильно пересекаются, если мы забьем Tumblr, мы ключи по Mac и по Cap не найдем. Хотя, естественно, если, конечно, поработает тайтл по конкурирующим словам, мы в любом случае отковыряем оттуда совсем другие ключевые запросы. Но, есть, помимо этого всего, огромное-огромное количество ключей. Огромное просто количество, я говорю, когда мы скрывали через Keyword Inspector, у топовых продавцов было по 7, по 3 тысячи ключей на первых страницах, ну, в топ-20. Я думаю, все знают, что первая страница топ-16. Соответственно, если даже предположить гипотетически, что из этих 7 тысяч ключей мы там откинем половину, я не знаю, там 90% у нас тысячи ключей будет просто таких, через которые идет хотя бы одна продажа, то есть, тысячи продаж в месяц он получает, то есть, это 30 продаж в день. Ну, это просто нормальные объемы, вот, а естественно, это не один, не одна продажа и так далее. Вот, то есть, они эти продажи могут переплевывать или быть на равных, или там занимать какую-то серьезную долю от общего объема продаж. Вот, из-за этого у меня были просто такие примеры, и мы это анализировали, когда мы выходили через out-of-stock, у нас все позиции практически были на первой, ну, максимум вторая страница валились, и мы потеряли в продажах очень серьезно. Ну, вот, из-за этого очень сложно сгенерировать эти ключи, пока таких программ нет, ну, Keyword Inspector как бы генерирует, я сейчас пытаемся это программно сделать, если кто уже сделал или кто может сделать, обращайте, сейчас у нас ребята как бы делают, не знаю, посмотрим, что будет. Вот, по ключам понятно, то есть, понятно то, что непонятно, по каким ключам двигать, потому что даже когда мы узнаем любые эти ключи, вот, которые находятся на первых страницах, помимо того, что мы их там ищем, а так можно просто сгенерировать, закинуть осин конкурентов и понять, где они на первой странице. Ну, там мы можем только гипотетически предполагать, где они идут в продаж. Соответственно, мы многие идут в PPC, закладывают туда огромное количество денег и только потом это узнают. Вот, чтобы, чтобы вот это вот все заливать, нам у нас огромное количество сложностей. Первое, найти эти ключи, второе, понять, откуда идет трафик продаж. Вот, и вот мы с этим как бы и боремся. И, к чему я все веду, это к способам продвижения на первую страницу. Если перечислить их, для меня основные это однозначно выкупы по ну, выкупы по полной стоимости, это однозначно через PPC можно, потому что Exacto это тоже самое, выкупы по полной стоимости. Вот, ну и все остальные, естественно, просто по Exacto мы можем контролировать конкретные ключи. Вот, не знаю, что уж дешевле, я считаю, точнее, я уверен, выкупы Verify значительно дешевле, чем PPC и эффективнее, но столкнусь с такой проблемой, что в том количестве, которое существует и которое мы можем сделать, делать выкупов, оно очень ограничено, то есть очень ограничено, это не более нескольких сотен выкупов мы можем сделать, но если одновременно мы запускаем несколько товаров, это уже намного меньше, намного меньше, намного меньше. На начальном этапе я рассчитывал, что буду покупать сдвоенный, стройный у меня буду товар покупать, но по опыту отзыв могут написать только на один товар. Вот, для старта это неплохо, но через месяц, через два я уже страдаю с тем, что у меня на многих товарах просто три с половиной звезды рейтинг, три-четыре уже звезды рейтинг, и те товары, которые я продаю по 50 штук, мне просто переходится этот листинг оставить, я просто делать там ничего не буду, потому что это деньги в унитаз сливать, я запускаю параллельно следующий листинг, а на том просто доторговый этот товар, и если будут продолжаться продажи там, ну, больше 20 в день, буду туда подзавозить понемножку товар еще. Они, естественно, будут ребрендинг немножко измененный, но в любом случае. к чему я пришел, значит, первое, я стал использовать активный PPC вот уже месяц, для того, чтобы усилить буст, и для того, чтобы собрать больше ключей при перезапусках. И второе, второе, это я возвращаюсь обратно к купонам, очень много сейчас об этом разговора идут, многие знают эти компании типа Зомбласт, Веролинча, всего остального, я наслушался еще год назад про них много всяких вещей, вот, о том, как они рассказывают о своих там супер-пупер манипуляциях на самом деле, я не знаю, но, может, конечно, я много на себя беру, но, когда мы послушали это на форуме Зомбласт, это было там июль, по-моему, через два месяца мы раскусили всю их стратегию, я не знаю, там, в чем там стратегия была, просто тупо раздают по купонам и добавляют еще полезные действия, все, вся их стратегия, и причем потом мне это еще подтвердили там специалисты, вот, по этому поводу, то есть, я не знаю, в чем там, это просто американцы, они мудрецы, они умеют продавать абсолютно простой товар за дорого, это красавцы, то есть, тут искать нечего, вот, и когда в октябре месяце, 3 октября закрыли возможность за не верифай, то есть, мы раньше что делали, мы в первую очередь раньше за не верифай отзывы, делали отзывы, за не верифай выкупы, делали отзывы с пометкой, отзыв оставлен за предоставленный бесплатный товар, вот, и когда 3 октября того года у нас это все прикрыли, точнее уже позапрошлого, там, 16-го года, вот, мы как бы чуть-чуть подостыли, перестали практически этим заниматься, потому что посчитали, что это дорого, зачем нам делать раздачу, Томасон, Вера Линч, Зонбласт, они там, я честно могу сказать, в январе, феврале, думал, они уже загнулись давно, но так как америкосам больше, в принципе, негде брать, ну, по крайней мере, те люди, которых мы консультируем по Америке, ходят на те же вот эти собрания, мне говорят, что вот именно в первую очередь они этими пользуются сервисом, а там платежеспособное население, что их с них не ошкуривать, вот, и в принципе они нормально себя чувствуют, не зная, что произошло, потому что я, честно могу сказать, без этих сервисов спокойно через фейсбук-группы специализированные у меня доходило рекорды 40 раздать в день, я на первом товаре экспериментировал, и в принципе по купонам я просто чудеса творил, вот, но это дошло до того момента, когда вот эти вот отзывы перестали писать, и как бы целесообразностей не было, я развивался как раз в этом управлении, я, так как не имел большого опыта с большим количеством товаров одновременно запускающихся, я перешел на верифай выкупы, то есть я очень много по неверифай раздавал, то есть, ну, прям реально десятками в день доходило, то есть, вот, у меня, по-моему, до 40 штук, это через обычные группы, у меня, в принципе, в моем профиле моего аккаунта в фейсбуке, можете посмотреть группы, вот, там они, знаю, как-то закрыты, открыты, но в любом случае нетрудно слева вверху фейсбука, забейте просто Amazon, там, бонус, дисконт, что-нибудь такое и так далее, огромное количество групп, раньше, было очень много еще таких закрытых групп, платных групп, которые предоставляли услуги именно, ну, то есть, ты им уже денежку даешь, они там, даже не, да, ты им платишь, там выступаешь, товары свои раздаешь, они там помогают, что-то делают, я раздавал абсолютно в лево группах, которые все это закидываешь и просто с людьми переписываешься, причем на английском, естественно, с американцами, даешь им денежку, они тебе сразу купон там, ну, все дела, вот, да, если возникают вопросы, как по Stormfront раздавать, а если у меня в Stormfront много товаров, а если то 5-10, Super ERL динамически делать, там, или еще что-то, ну, как бы Super ERL динамически можно закрывать этот вопрос, не знаю, то есть каждый принимает для себя по-разному, кому как удобнее, вот, это один из вариантов по купонам раздавать, второй, это обращаться вот в эти сервисы, вот, есть, наверное, какие-то еще варианты, я, в принципе, особо не задумался, потому что, я считаю, нас достаточно много, и мы сами достойны такого сервиса, сделать русскоязычного, вот, я как раз и хочу это сделать, потому что, да, я могу сказать точно, Verify однозначно самый выгодный, 100%, даже абсолютно, потому что я это все прошел, уже в деньгах посчитал, вот, для большого количества товаров, это точно, PPC значительно дороже, но у него есть другие цели и задачи, вот, а кто надеется, что с PPC можно зарабатывать, это утопия, со временем, со временем, даже окос на обалденных товарах падает, как правило, у меня, по крайней мере, вот, я вижу, у многих это происходит, негатив растет, многие перезапуски делают, то есть, запустить товар и удержаться, и долго им торговать, это не так просто, тем более, если мы торгуем супер, там, простыми такими товарами, не какими-то уникальными, наверное, я с такими не работаю, пока до этого уровня не дошли, времени нет, сидеть, уникальностью заниматься, хотим просто капусту стричь, вот, а не сидеть там и что-то выдумывать, будет уникальный проект, обращайтесь, поддержим, поможем, если есть такие, вот, по поводу, кстати, групп, только что с человеком сейчас писал, списывались, и вот как раз американские, проект Икси, я не знаю, наверное, я буду народ банить или еще что-то делать, если, у меня уже несколько таких ситуаций было, что людей заставляют, если дали объявление, показывают, не показывают товары никому, далее, если ты поставил плюсик, тебе покажут товар, ты, оказывается, обязан его купить и написать отзыв, и человек мне написал, что ему пригрозили, что его забанят, я забаню того человека, который вот эту херню пишет, вот с этими отзывами, с этими товарами, ваш товар, не секрет, вот, кому надо, они с плюсиками, без плюсика увидят этот товар, они вам не обязаны его делать отзыв, делать выкупы или еще что-то, показывайте товары, чтобы не тратить время, во всех нормальных группах, по всему миру, по крайней мере, где я лазил, по крайней мере, в американских, англоязычных, везде товары показаны, если у вас, конечно, времени немерено, вы сидите там с своим этим товаром и думаете, что вы там первый человек, который его запускает, я вас расстрою, 99, ну, я не знаю, там, 95% это ширпотреб, а у которых супер какой-то уникальный товар, они знают и с ним как работать, куда его отправлять и что бы там никто не знал, верифай, все знают, все до одной программы, к которой вы обращаетесь, они парсят ваш товар, если он круто продается и все, все в этом роде, не надо голову забивать, ваш товар и вычислить, как делать нечего, то есть, куча, куча, еще момент, момент, связанный, кстати, с различным родом услуг, услуги практически все серые, да, мы идем постепенно к белому и те же купонные вот эти выкупы, там то же самое будет четко, без выкупов, то есть, мы будем работать на американском населении, нам не нужны никакие, точнее, с выкупами без этих, без отзывов, вот, то есть, если человек заказывает серую, черную, там, я не знаю, грязную услугу и ему ее выполняют криво, ну, во-первых, вот у нас сейчас есть человек, он, ну, это у меня первый такой экземпляр, он у меня потребовал деньги взамен, ну, возврат, вот, я считаю, во-первых, я как бы здесь всегда можно созвониться и решать проблему, можно, конечно, пытаться, там, через PayPal, там, эти деньги возвращать или еще что-то, вот, но я как бы здесь являюсь этим гарантом, зачем я вообще нужен, так вот делать и вот эти все вопросы решать, ну, еще раз говорю, вы нарушаете правила и мы их также нарушаем, то есть, пытаемся манипулировать различными, различными ухищрениями, но бывают ситуации, что работает, бывает не работает, бывает не работает временно, вот, найдя эти вопросы, решать цивилизованно, не забывайте, что, если вы гадости делаете при условии, что человеку все выполнили, пускай там кривовато и так далее, и так далее, но это все сделано было, не просто, например, не сделали, конечно, деньги вернут, вот, и человек просто еще и деньги возвращает, то есть, ну, ему могут также налить, наверное, и негатива, и всякого говна, так скажем, то есть, вот, и просто, и с отзывами это неправильно, то есть, показывайте свои товары, зачем вам тратить время, кто негодяй, кто дропшиппер, кто хайджекер, кто там, я не знаю, какой-то, он как раз там с плюсиками сидит, а нормальные люди пройдут мимо вашего товара просто, и все, огромная проблема найти, verify, выкупы, отзывы, кто сможет сделать отзывы, огромная проблема, и чем дальше она, тем больше будет, из-за этого я сейчас как раз и решаю вот эту проблему с купонатором, так скажем, который соберет максимальную базу американских покупателей, будем разными способами, будем и деньги в это, и в рекламу вкладывать, искать в фейсбуке, и так далее, и так далее, то есть разными способами, потому что это, в первую очередь, мне нужно для того, чтобы запускать кучу своих товаров, это надо моим ученикам, с кем мы работаем, помогать, потому что очень часто люди просто приходят и не могут раздать по многим товарам, хотя есть бюджеты, но некоторые товары, например, из серии Адалта, очень многие ревьюеры не берут, я не знаю, для меня любой товар, товар, ну вот некоторые, вот принципиально, и таких товаров огромное количество, все больше и больше становится, потому что, когда уже купили, я не знаю, там 10 диффузеров, или там, я не знаю, какие им слип маска, или еще чего-нибудь, вот в этом роде, люди отказываются уже их брать, вот, и вот такая вот проблема возникает, а новых, новых людей к нам особо не приходит, так что, с этим надо очень аккуратно, и купонаторы, я считаю, это приличное решение проблем, опять абсолютно не универсальное, потому что в том же октябре год назад показало то, что, ну, Амазон подрезал, так же, как он сейчас подрезал виш-листы, там, и все остальное, через полгода не факт, что все назад не вернется, и опять виш-листы заработают, и все остальное, или заработают какие-то другие полезные действия, сейчас вот там, через Фейсбук, там лайки, там Инстаграм, там, Твиттер и так далее, потом что-нибудь новое будет и так далее, вот, так что имейте это в виду, однозначно, это так, с купонатором будет предложение связано с тем, что есть, конечно, у нас там зон-пейдж, насколько я помню, он оттуда может выдернуть, но далеко не у всех он есть, другие какие-то программы, если можете, мне там личку напишите, смысл один, в Амазоне есть бизнес-репорты, из бизнес-репордов можно сделать как раз репорт, и оттуда мы, соответственно, уже будут данные, через Фейсбук будем искать этих людей, те, кто нам даст эти репорты, это реально, получат у нас практически реальные все покупатели, которые покупают конкретно ваш товар, но, когда мы объединим эту базу, тут, ну, в любом случае, у меня по обучению есть там человек, живых человек, 50 точно, соответственно, здесь в группе есть, думаю, активных живых человек там 200-300 уж точно, если мы объединим вот этих покупателей, но это уже будет там база неплохая, вот, в любом случае, все это организовывать будем, в любом случае, будем и группы делать, и все остальное, вот, но если получится, если будет какая-то отдача от этого, вот, а те люди, которые нам дадут вот эти просто репорты, что им ничего не будет стоить, они просто в будущем получат на эту услугу там скидку, вот, я считаю, это нормально, здесь никакого напряга нет, вот, мне кажется, это неплохо, ну, я по крайней мере, так считаю, вот, по поводу купонов, потом, значит, по запуску, что еще у нас, ну, не верифай отзывы, как были, так и есть, на данный момент они работают, ну, вроде не удаляют, то есть, по 3-4 штуки там, печатаем по 5, все вроде норм, вот, какие еще новости, ну, в принципе, все, думаю, теперь можно на вопрос отвечать, так, вот как раз, Роберт, да, так и есть, просто, других вариантов нет, вот мы, соответственно, поработаем над этим, никаких проблем не вижу, ну, ну, какую базу, базу Азамат, в любом случае, там, шарить особо, база никому не нужна, там, собирать, буду собирать, да, в любом случае, покупателей, да, и все, таким образом, и через Facebook, никаких проблем, я в этом не вижу, вот, в любом случае, будет на дешевле, чем у Зонбласта, и у Вера Линча, однозначно, по поводу ценника, то есть, однозначно, будет все это дешевле, тут и говорить нечего, ну, не верифай отзывы, там, у них, там, сколько там, 15 долларов, там, мне Владимир рассказывал, так что, это, в любом случае, это однозначно, но еще раз говорю, цель, цель всего этого мероприятия, по большому счету, дополнительный способ продвижения товаров, вот и все, и раздавать по, все эти купонаторы, работает принцип более-менее понятен, просто собирать надо базу, да и все, то есть, ничего здесь такого нет, это будет таким образом, или другим собрано, вот количество, достаточно людей, продавцов, у меня достаточно друзей, и все остальное, то есть, я никаких проблем не вижу там, ну, я не знаю, ну, если вот просто прикинуть, вот у меня, например, по продажам, в среднем, наверное, 200 продаж в день, товарами я торгую 3 месяца, ну, вот можно посчитать, только моих покупателей, сколько будет там, у меня, соответственно, еще там, несколько аккаунтов, там поскромнее цифры, но там, еще прибавится, вот, соответственно, получается, только из своих аккаунтов, у меня несколько есть друзей, посмотрю, там, я знаю людей, у которых серьезные продажи, то есть, ну, в любом случае, мы эту базу наберем, кто включится в этот проект, уже по ситуации, кому это интересно, будем смотреть дальше, имелось в виду, например, каждый сдаст по 2-3 тысячи имейлов, и соцтелефон потом между тем, кто скинет эту базу, шарится, да это просто базу, а там это самое, Азамат, а как ты скинешь, ты, там нет такого отчета, там нет ни имейлов, ничего, там просто база, там имена, грубо говоря, и будешь, через Facebook люди будут их вытаскивать, то есть, если у тебя есть там, зона пейдж, там вроде он показывает, говорят, и то не факт, то есть, это чистая база, там никаких нету конкретики, то есть, я лично, как не сведущ в этом отношении, я эту базу не выдерну никак лично, не знаю, Азамат, как ты вытащишь ее или нет, вот, но я ее точно не могу никак вытащить, так что, эта база, она ограниченная, там, в принципе, отчет посмотрим, я в понедельник, Саша оклемается, надеюсь, он это все покажет, как это надо сделать будет, вот, ну и расскажет больше о, всех этих социальных сетях, как это все работает, в принципе, там, подзагрузят, так, вопрос, Павел, по PPC, в Manu достаточно использовать, только Exact, остальные, типа, соответственно, можно не использовать, спасибо, нет, ну, вот, единственное, кстати, интересно, распишите, у кого, как произошло после Нового года, у меня, например, продажи пошли второго, по нашему, точнее, по ихому, на третьего, как у вас с продажами, еще у меня такое, я вот заметил такую ситуацию, что продажи, где я был топовым продавцом, я практически не упал вообще, даже 25 декабря, у меня продажи практически не просели, ну, да, есть, конечно, проседания, но оно больше даже от конкурентов, там, у меня проблемы с конкуренцией, с отзывами, там, короче, миллион проблем, то есть, сезонные, вот эти вот числа, на меня практически не повлияли, а на товары, то есть, у меня спад был, дай бог, 30 процентов, а на товары, которые были топ-10, топ-20, некоторые провалился, бесс-эллеранг, там, с 5 до 10, там, с 3 тысяч до 10, один упал, там, я не знаю, с 7-8 до 20, все практически решил, я назад вернул, причем ценником, другие я, вот один у меня только, этот самый, осин вылетел за 20, то есть, был в районе десятки, до десятки, вот, а сейчас в район 20 вылетел, вот, он у меня пока не возвращается, но я еще обратил внимание, что по Амзывану, проседаний практически нет, даже рост был неплохой, по позициям, то есть, ну, те, по крайней мере, которые, естественно, я индексирую, так, по PPC хотел дополнить, но, еще раз могу заметку сделать, что, PPC инструменты хитрый, в плане того, что никто его не знает, вот, их закономерности, и все остальное, это из пальцевысоны, статистика людей, которые ей занимаются плотно, вот и все, вот, я на данный момент, вот, Сергеем мы общались, по этому поводу, он мне как раз, недавно рассказывал, ну, точнее, он мне и до этого рассказывал, что ему фрейс не нравится, я начал более плотно считать, смотреть, и реально его везде удалил, и оставил только брод, экзакт, и автомат, ну, еще раз говорю, с Денисом Сулиничным, он наоборот, на фрейсе сидит, это все вкусовщина, как подойдет к рекламе, могу одно сказать, мое личное заключение, по PPC, первое, если у вас товар классно зашел, PPC будет великолепно, вот, у меня там, 10 процентов, там, окос, 15, вообще, на золотую шел, три, не надо забывать про процент окоса, какую долю продажа он имеет, а у меня окос, а у меня продажи доходили, там, до 30-40 процентов, от общей массы, с окосом здесь, то есть, у меня реклама приносила бешеный доход, но, через месяц после перезапуска, неудачного, каким причинам, я даже не понял, у меня окос болтался, и, там, CTR у меня доходил, там, до полутора-двух процентов, даже были дни, 6,5 процентов был, общий CTR, а, в конечном итоге, там, 1,8, просто через месяц, перезапуск, когда мы сделали, у нас позиции просто, там, я не знаю, окос ниже 30-40 процентов, и не падал никогда, ну, вот, из-за этого, есть органика классная, и PPC отлично, нет органики, может быть, да, конечно, спецы по PPC со мной поспорят, и они вытаскивали товары, просто, там, брали окос, там, я не знаю, 100, и доводили его, там, я не знаю, до 15, до 20, до 30, пускай, может быть, при продажах, например, снижение по продажам, например, там, 50 процентов, потому что можно окос, конечно, точнее, подня, опустить за счет снижения кучи ключей, ну, опять же, PPC можно в комплексе использовать, экзак для поднятия ключей, там, автомат для поиска новых ключей, и, опять же, через те же самые, купоны его перезапускать, вот, опять тут разговоры, а сколько надо купонов, например, как надо, чтобы продвинуть ключ на первой странице, да никто не знает, у каждого ключа своя история, я могу сказать про верифай, потому что я по верифай больше года запускаю товары, могу сказать, что летом я запускал 3,5,8, у меня они в лед улетали, приличные ключи за несколько сотен тысяч, но октябрь-ноябрь у меня, например, запуски, я могу сказать, что были скорее неудачные, чем удачные, потому что сейчас, сейчас я уже вот сделал выводы, почему я так активно начал переходить на купон эту историю, потому что я вижу, что мы просто не побороли трафик, то есть мои волны 3,5,8,13, несколько раз повторяющиеся, не смогли мне вывесить некоторые ключи, это бред полный, там люди столько не продают никогда в жизни, это говорит просто о конкуренции, о том, что некоторые скажут, что сейчас верифай, выкупы нивелировались, там кто-то высчитывает там Фибоначо, может быть, да, может быть какие-то продажи однозначно, Амазон их не фиксирует, там что-то опять пофиксили, связываясь с тем, что многим же покупателям запретили отзывы писать, там заблокировали, ну, короче, много нюансов, но то, что выкупы были и будут всегда самыми полезными действиями, это факт, и то, что верифай выкуп всегда будет более интересен для Амазона, это факт, что бы там ни говорили, что, кстати, не забывайте, когда вы покупоны будете раздавать, будете платить такой же фи абсолютно, в зависимости от той цены, по которой вы будете продавать товар, абсолютно все то же самое, вот, то есть вы продали за там 0,1 цент, там 99 процент скидка, но я грубо, и все равно заплатите с 10 долларов, 4,5 доллара средний фи Амазона, так что имейте это в виду, будете работать минус, вот, но как бы там ни было, надо понимать, что купоны хоть у нас, по купонам хоть и может быть дороже, я думаю дороже будет, вот, мне кажется, дороже будет, потому что конкуренция там будет выше, это будет легче повторить, просто обращаешься в сервис и это делаешь, но, но, они нам позволяют запускать десятками, сотнями товаров, наверное, хотя я не знаю, какой будет, ну, сколько будут ли реально люди покупать наши купоны, потому что одно дело, там из 90 процентов скидка будем давать, другое дело, 50 процентов скидка давай, то есть везде есть ограничения, и купонная тема, это просто дополнительный, вариант, классного, классной возможности, запасного варианта, для запуска товаров, я считаю это, это я считаю тема серьезная, так, так, сейчас, мне 10 отзывов о товаре, зашло в раздел фидбэка, за 2 недели, прошу покупать, я принесу отзыв на товар, это только у меня так, так что с этим, я не знаю, я вообще на это никогда не внимания обращаю, Дмитрий, вот, у меня как бы, нету, нету вот этой ситуации, и фидбэк нужен, это глупость, мне кажется, то, что мы там, вот это перенос, это столько тратим времени, на всякую вот эту вот, мелочи, столько важных дел на Амазоне, реально, просто, до которых мы не то, что не додумались, а просто не доросли, вот, и вот переносами заниматься, фидбэков об ревью, ревью фидбэке, я не знаю, я единственное, фидбэки удаляю в единичке, я даже не читаю, что мне пишут пятерки, потому что, я понимаю, что вот у меня сейчас проблема огромная, товар, который я могу продавать по 200 штук в день, у меня садится, дропшиппер, который просто заказал в Китае, такой же в точности товар, как у меня, мы его, потому что выкупали, проверяли, жаловались, я его не могу из байбокса, уже там месяц выбить, вот сегодня он у меня опять появился, то есть у него просто тупо товар кончился, человек купил товар, ну, вот, вот вы, например, основная масса людей, не имеет торговых марок, не имеет бренд-трегиста, и все остальное, ну, пускай там 50%, большая доля таких людей, и вот представьте, вы станете бестселлером, вы потратите огромную сумму денег на PPC, на раздачи, на нервов, там куча всего, и у вас, например, там, я не знаю, первые два товара и последующие все убыточные, у вас, например, один крутой товар, который просто отбивает вам все, и ничего не с того, прекрасный момент, вы видите у себя в Лисинге, просто какой-то левый магазин, непонятный, с одним отзывом, и он торгует вашим товаром, причем BuyBox выигрывает, вот у меня выигрывал там одну треть, то есть у меня 66%, а 33% он выигрывает, то есть я продавал, например, 150 штук, стал 100 продавать, а он стал 50 штук в день продавать, я начал у дропшипера спрашивать, он говорит, а что, человек прикинул, посмотрел, твой товар стоит 2 бакса с доставкой, ты его продаешь по 20 баксов, ну, пускай там под 15, даже по 10, он не тратит ни на рекламу, потому что когда дропшипер подсаживается, реклама отключается, он не тратит денег ни на что, он просто встал в твой Лисинг, получает часть продаж, и все, то есть к вам может в любой момент, если вы станете классно продавать, залезть кто угодно, будет у вас тряпочка, будет у вас полотенце, фонарик, запасная лампочка, или какой-нибудь запасной болт, совершенно не факт, что Амазон его заблокирует, потому что мы сделали как минимум 4 выкупа, написали, что это подделка, что там, я не знаю, вреду здоровью принесло, и что-то Амазон, что-то не чешется вообще, то есть сейчас опять актуальность торговой марки, как никогда, то есть я теперь сплю и вижу, во-первых, когда торговую марку я получу, потому что у меня в регистрации сейчас 2 находятся, и второй момент, ну, видимо, придется крайний вариант делать, как я ему писал, что мы просто будем выкупать у него товар, или уничтожать его, и писать, что там какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь песок ему назад присыпать, или просто делать возвраты, чтобы он постоянно над этим страдал, потому что у него товар реально немножко отличается, от нашего, у него, он, кстати, вот эта коробка, чем хороша коробка, вот я столкнулся с ситуацией, они не могут попасть в полиграфии, в цвет, то есть она чуть-чуть отличается по тону, но это заметно, то есть если сравнить мой товар и его, это заметно, что он отличается по цвету, то есть это подделка, вот, моментов много, вот об этом надо задумываться, а не о фидбэках, и вот сейчас на данный момент я каждый фидбэк считаю, потому что, как мы знаем, BuyBox выигрывает тот, у кого совокупность, как это сказать, показателей, метрика лучше, чем у конкурентов, потому что мы работаем, по большому счету, получается на равных, я удивляюсь, но, на другой стороне, зачем ему портить мои булеты, мои там, какие-то там, description и так далее, потому что он делает, занимается продажей. Так, идем дальше. Сейчас, секундочку. Не забывайте там голосом спрашивать, если что. Я рекламу не прикрутил, хотя Новый год это просто кошмар. Я не знаю, может быть я всю жизнь учусь, мне очень нужна, я очень голодный на информацию, из-за этого я много на это время и денег трачу, но зато мне потом есть чем поделиться. PPC в празднике, наверное, с конца 20-х чисел, с 20-х чисел, я не знаю по какое число, но супер неактуально. С другой стороны, вполне возможно, за счет PPC я удержал свои позиции. С другой стороны, я продвинул какие-то ключи. Я не знаю. Я работаю только в долгосрок, мне интересно только, ну, серьезные продажи, мне интересен опыт, без него я никуда не денусь. И если я буду только думать, вот там, как мне ревью перенести, как мне сэкономить на рекламе, у меня в день на рекламу со всех аккаунтов, наверное, минимальный бюджет до 1000, ну, около 1000 долларов уходит каждый день. Вот, из-за этого я набираю опыт на себе, на учениках, вот, то есть выстраиваю несколько стратегий, агрессивная, пассивная, средняя и так далее, и так далее, в зависимости от того, как у нас пробиваются ключи. Вот, надо, соответственно, это, надо работать. То есть, я ее прикрутил по бюджету немножко, но у меня аутобюджет, аутобюджет, я в любом случае чуть-чуть приподнял. То есть, ну, сейчас у меня, да, прикручен, то есть, если до этого у меня был бюджет на каждую компанию 200-500 долларов, то сейчас у меня, по-моему, ограничение до 200, 100-200 на каждую компанию. На некоторые я поставил 20 долларов, но они на самом деле и продаж-то, нет, то есть, они меня в ауты не вылетают. Просто раз в неделю по воскресеньям с утра, потому что мне нравится анализировать рекламу это понедельно и помесячно. Я как бы сижу каждое воскресенье с утра, трачу там по 5 часов на эту рекламу и выстраиваю взаимоотношения с PPC таким макаром. Как программы появятся, то есть, я сейчас от PPC-скопа ушел, вернулся PPC как он там называется, PPC Tools. Вот, сейчас буду разбираться потихонечку. Там огромное количество изменений они сделали, так что буду разбираться и уже буду сам непосредственно рассказывать, насколько она эффективна, как работает, потому что за рекламу взялся серьезно и надолго в связи с теми обстоятельств, которые произошли у меня именно с товарами. Жизнь заставил. Илья написал нет, Павел. Ну вот Илюха считает, что это слив денег. Так, значит, то есть, по цене купона Verify будет одинаково. Нет, нет, да это вообще никакого отношения не имеет. там есть американская система по купонам. Купон будет даваться рекомендованно, естественно, 90% и выше. Мы на начальном этапе в те времена доисторические начинали вообще раздавать бесплатно. Раздавали бесплатно товар, потом нам объяснили, что надо раздавать хотя бы за один цент, потом узнали про суперверлы динамические, чтобы это максимально эффективно использовать. Прошли все стадии, слили столько денег, что сейчас прослезишься, но рекомендация на данный момент это 90% ну и выше. То есть, если есть прос, то есть, мы даем задание и нет выкупов, например, там попроли 50, попроли 60% скидка. То есть, товар с 90% скидкой, это как бы оптимальный купон. Будем в начальной стадии, естественно, работать примерно с 90% скидкой, потому что базы будет недостаточно, надо ее будет развивать. Вот, по поводу нам оплаты, это вообще будет отдельно, будем смотреть, как у буржуев происходит, просто будем делать дешевле, да и все. И плюс, те, кто с нами поделился этой базой, получат по жизненную скидку на эти все мероприятия. Просто надо, я честно могу сказать, не вникал вообще, как, я понимаю, как работает это все, в принципе, как должно работать. кто меня консультировал, кто этим занимается, они мне рассказывают, там все очевидно. Смысл один, это, чтобы все вот эти продвижения сделать, вообще любые, люди должны консультироваться. То есть, надо подготовить лисинг, надо подготовить много-много всего, чтобы это было более эффективно. Но можно просто заряжать определенные ключи в топы, вот и все. это можно делать через там различные манипуляции, в том числе и через купоны. Вот. Просто если мы делаем, мы делаем это очень качественно. Из-за этого мы делаем очень постепенно, постепенно, постепенно к этому идем. Бросаться за все способы запусков товара, это не очень интересно. И второй момент, естественно, мы стараемся, как я и говорил, обеляться по всем пунктам. И налогообложения, и юридические лица, и, соответственно, способы продвижения. То есть, сделать это максимально правильно, с минимальными рисками для аккаунта, для продавца и так далее. Вот. И здесь, естественно, не будет такого, что по купону. Вы не будете давать никаких денег, не будет этих товарно-денежных отношений, не будет, соответственно, этих левых оборотов денег. Будет просто предоставляться купон, и человек будет, например, у вас товар 10 долларов, он за доллар будет покупать. Если скидка будет 19 процентов, вы отдадите Амазону, скорее всего, примерно 4,5 доллара, у вас будет на баланс придет минус 3,5 доллара. Все, система такая. То есть, вам не надо как-то верифай за полную стоимость выкупать эффект от неверифая. Сейчас, на данный момент, некоторые мне доказывают, что такой же вообще. Я не знаю, просто я давно им не пользовался, я вижу, что все по этому поводу, многие по этому поводу молчат. Все думают, наверное, что это какое-то эксклюзивное у них такое, вот сейчас тема, она работает, нельзя никому сказать. Ну, вот я сказал, она рабочая, нормальная тема, мы в нее входим, и я думаю, неплохо войдем, нормально поработаем. Вот. Это, ну, не надо забывать, что это просто один из вариантов. Я не собираюсь там на него тратить свое время там или еще что-то особенное. Это просто один из способов, который можно использовать качественно. Вот. И надо на него смотреть, надо подумать, как его сделать или сделать лучше. У кого есть какие идеи, обращайтесь в личку, как всегда. Мы это с удовольствием обсудим. Так, вот здесь как раз написано. Так, так, ладно. Вот. Так что не надо думать, что это панацея, вообще никак. То, что они подготовку еще делают, рассказывают, что они там лестинги напишут там за 800 долларов там какие-нибудь, и если лестинг не двинется вверх, тогда они вернут деньги. Ну, любому дураку понятно, что он двинется вверх, если ты еще и туда зальешь трафик. Просто если нормальные лестинги люди пишут за 100 долларов, зачем писать за там 500-800, для меня, конечно, это загадка. Ну, если есть бабло, чего не платить, то. Так, и тут же главное по купону весь склад не раздать. Вроде в селлер-аккаунте есть настройки. Это все решаемо, есть ограничения, если у вас нет ограничений, можно обратиться в саппорт. Вот. И не забывайте делать индивидуальные купоны, и никаких проблем не будет. Просто делайте купон, по которому можно сделать только один выкуп. И голосей даже не забивайте. Так, Юрий имеет вес выкупа по полной цене в сравнении с 99% купонной скидки. Ну, я же говорю, сейчас на данный момент, вот, честно могу сказать, огромное количество идет вокруг такое, я как бы, как я не знаю, как вот, сижу, все это слушаю, наблюдаю, общаюсь со многим количеством людей, но такого нормальной информации нет. Вот я вам конкретно даю информацию. Сейчас, на данный момент, очень хорошо это двигается, эти товары, с этими купонами, что будет через месяц, никто не знает. в том году, когда купоны, отзывы убрали, достаточно все хило продавалось, и достаточно раздачи, ну, на мой взгляд, мне казалось, что эффект, когда я перешел от купонов на верифай, был глобальный просто. Но со временем, вполне возможно, эта разница нивелируется, вполне возможно. И теперь, когда мы раздаем 3, 5, 8, 13, у нас может ключ просто не выйти. Но, некоторые мне доказывают по купонам, что сейчас вообще верифай не работает, это вранье. У меня нормально сейчас двигаются ключи, волны, раздачи, все как работал, так абсолютно работает. Просто у меня проблема одна, что я не могу огромное количество раздавать. Вот, то есть, я ограничен этим. Из-за этого мне приходится придумывать что-то новое. Ну, не придумывать, а интегрировать новые способы для этого. Так, дальше. Дмитрий. Регистрация торговой. Марки. В Германии 35 евро. Так, ну, что-то другое. Как и знает дропшипера из Лиссинга, ну, самый простой способ купить у него продукт. Опять же, дропшиперов несколько видов. Если он у вас по прайму сидит, то есть, у него товар на FBA вообще сложный. То есть, он, видимо, явно в наглую торгует вашим товаром. Подделал его, купил там и так далее. Вот, как у меня сейчас. Если он с Китая поставляет с доставкой в 30-40 дней, ну, опять же, выкупать товар, там можно ускорять процессы, жаловаться и так далее. Вот, если он работает FBM просто, ну, там самое простое, то есть, у них там доставка 5-6 дней, по-моему, в основном. Вот, тоже делать выкупы. Самое действенное, но вот на данный момент у меня не сработало. То есть, опять же, дропшиперы тоже есть прошаренные, с ними не так просто, хотя я консультируюсь, естественно, у тоже супер прошаренных и дропшиперов и с теми, кто с ними борется, но вот как-то, что-то как-то не складывается у меня и я несу большие потери. Я решаю это просто, регистрирую торговые марки и все. Вот, другой вариант не вижу. В чем разница в текстах, лисинге? Когда мы пишем лисинг под выкупы, когда пишем под PPC, никакой разницы нет. Лисинг должен быть для робота. Робот читал. А покупатели, покупатели, чтобы не блевали от этого, чтобы не было, как на Алиэкспрессе, сейчас, если вы зайдете и там будет перечисление с запятыми, да и без запятых в основном, тупо ключей. И все. То есть, Amazon более цивилизован в этом отношении. То есть, все-таки делают красиво это перечисление ключей, но чтобы это было по смыслу, грамотно и для меня самый высший уровень копирайтера, когда он передал идеи, мысль, коротко, четко, лаконично и использовал основные мои ключи. Потому что, как правило, их там, когда мне многие говорят, а вот сколько, как, что, ну я не знаю, без повторения основных ключей, как правило, слов 30, дай бог. Из-за этого, сколько там символов, там 250, 150 или 50, да не так много. и когда мы взламывали многих бестселлеров, на самом деле, через вот эти сервисы специальные, которыми, в принципе, уже практически никто не пользуется, потому что все на их наоткрывали и увидели, что практически у кучи бестселлеров просто три слова. Четыре, пять, шесть. Ну вот мы перешли постепенно к 30. Так, PPC Scope. Ну, я не знаю, у меня просто две программы. Вот, я как бы на PPC Tools перехожу, потому что я, у меня есть прямой контакт с ними, PPC Scope. Я, может, путаю? Ну, короче, которая по этому самому, по PPC. Вот, с PPC Tools мне проще, я с ними как бы напрямую общаюсь, наверное, только из-за этого. Я не могу сказать, что та хуже, естественно, или та лучше. Я, у меня есть как бы консультант по PPC, и он мне объясняет, чем они отличаются и так далее. И на данный момент мы с ним сошли, что мне проще с PPC Tools работать, потому что у меня нет сил, например, разбираться в двух программах. Ну, мне никакого интереса в этом нет. PPC Tools, конечно, менее известная, с большим количеством багов вполне возможно. Но люди вкладываются, душу выкладывают и стараются. А PPC Scope это уже крупная, серьезная компания, которая при даже давлении на них, они очень вялые, очень медленно что-то меняют, изменяют, и все устраивает, им все хорошо. Вот. И PPC Tools, чтобы им пробиться на рынок, чтобы все это сделать, они должны быть лучше. Вот, наверное, из-за этого. Вот. И, как Сергей мне сказал, там много всяких моментов, связанных с улучшениями, реальными вещами по стране с PPC вот этим скопом или как он там. Вот. Только вот из-за этого. То есть, ничем не хуже, не лучше. Я не в той программе, не в той вообще не разбираюсь. Сейчас вот только-только. то есть, я таблицами Excel сижу и делаю таблицами Excel. Да, вот Мирослава как раз рассказывал о том, что мы, вот я сейчас рассказывал о том, что есть вот эти вот негодяи, неважно, как они называются, дропшиперы, хеджекеры или крысы. Они есть крысы, которые просто человека сначала выиграли байбокс, а потом выкинули вообще из лисинга и заблокировали аккаунт. А, в любом случае, технически, кто подкован, понятно, что также делают выкопы, все то же самое делают, убивают метрики. И когда продавец не знает, что с этим делать или бюджет не позвать, ну и все остальные вот эти моменты, с этим сложнее. Так что, вот эти риски, вот куда мы идем, то есть, ну до этого надо дойти, чтобы к нам пришли эти дропшиперы, хеджекеры, все остальные, мы должны быть топовыми продавцами. Точнее, топовые товары иметь, топовые листинги иметь. А продавцы не должны быть топовые, потому что топовыми продавцами им не справиться. Вот, они видят, смотрят аккаунт, два, три, там, пять товаров, фигня, сейчас я его закопаю. Вот, так реальный работает. Вот, так что, это такая лотерея, с которой вот надо заведомо об этом думать. За купоны конкретно Амазона, естественно, то есть, мы заходим в промоушен, в адвертайзинг, точнее, в промоушен, создаем купоны и по этим купонам работаем. Купоны бывают, я не помню там, как называется там, главный, генеральный, который универсальный на всех, и купон, который индивидуальный по отдельной покупке. То есть, есть короткий купон номер, есть длинный. Вот мы длинный даем человеку, он делает выкупы. То есть, сейчас на данный момент это вот тот потенциал, который я для себя вижу лично и приглашаю всех поучаствовать в этом деле. Будет у нас тогда свой сервис. Так, дальше. Начинать продвижение через PPC в EXAC лучше с низкочастотников, с средней частотников высокочастотников. Спасибо. Я честно могу сказать, все зависит, естественно, от вашего бюджета, от желания. Что такое EXAC? EXAC это выкупы, большому верифай выкупы. Только когда вы даете людям на денежку, чтобы вас покупали по обмененному ключу, например, по какой-то волне или отдельными выкупами, вы еще просите за это отзыв. Через рекламу вы отзыв однозначно не покупаете. Почему мы как бы и перешли к верифай? Мы получаем и отзыв, и продвижение. Раньше верифай вообще и купоны делали для чего? Для отзывов. Потому что практически никто вообще не загонялся по тому, что продвигать. Я же говорю, мы начинали за бесплатно раздавать, за центры раздавать, просто по посылке, по заданию, по динамическому переверлу. Все это динамически развивалось. Вот. И все эти моменты, они вот таком образом. И когда через EXAC вы это делаете, у вас получается это выкуп по конкретному ключу. Насколько у вас бюджет позволяет, тем вы и занимаетесь. Вот и Леха как раз отвечает. Павел, начать нужно с автомата и исследовательских ручников. В EXAC сразу лить бюджет на те ключи, которые внесет EXAC самый дорогой. Короче, смысл такой, что можно слепую лить деньги. Например, естественно, все будут лить деньги по высокочастотным, которые вам кажется, которые, там, главное название вашего товара. По идее, с названием там, какой он, Гарлик Пресс, по-любому идут основные продажи. Ну, я уверен, ну, просто не бывает. А бывает у товара нет точного названия. Бывают разные ситуации. А бывает самая проблема в том, что вы, выйдя на Гарлик Пресс, у вас товар недостаточно подготовлен, начиная тривиально от фотографии, может быть, текста, я не знаю, что-то вы там накосячили, ценника. Просто элементарно у вас там 20 отзывов. Вы выходите, а там у всех по 1000 и у всех 400,5 звезды. То есть, ну, просто шансов нет. Из-за этого у всех там идет трафик, кто там находится, а у вас его не будет. То есть, это не значит, что ключ плохой. Из-за этого, я как раз, я так понимаю, и говорю, то есть, надо поэкспериментировать автомат, вот, и, соответственно, когда вы поймете, что конкретно ваш товар продается по этим ключам, вот, с вашей подготовленностью, с вашим лисингом, со всеми делами, и оттуда уже заливать экзакт и подтягивать какие-то ключи. Наверное, так. Но еще, говорят, нет такого единого ответа, это вот стратегия, опять же, автомат, пробники, там, и все остальное. И это такие уже специализированные, специализированные вещи людей, которые занимаются конкретно рекламой. То есть, здесь уже надо погружаться, тратить на это время огромное количество и все такое. То есть, должна была, то есть, вот в этом направлении надо заниматься. Я на данный момент этим не занимаюсь, то есть, я рассказываю о том, что я конкретно делаю. Так, как можно поучаствовать в этой системе по купонам? Давайте, давайте, давайте сделаем так. Кто сегодня присутствует, кому это интересно, просто мне в личку, наверное, напишите. Я сейчас всех отмечу, добавлю вас в таблицу и когда все это запустим, то есть, я надеюсь, сейчас Саша у нас оклемается, с понедельника, со следующей недели мы это запустим, у нас будет в любом случае дублироваться лайф, но это не значит, вам, в принципе, я все объяснил, все понятно, соответственно, надо просто выслать будет файл, как это сделать, там может быть видео, запись и так далее, посмотреть технически, там ссылку, наверное, надо будет сделать, просто показать, какой именно репорт нужно сделать, и все, и по большому счету все будет, все будет. Группа за 200, я как бы, это самое, вот у нас как раз здесь Илья, как раз у нас, Дениса здесь нет, вот, мы проведем лайф, я надеюсь, но сейчас народ у нас оклемался, наверное, наверное, если понедельник по купонам, наверное, в четверг следующий проведем по этой тематике лайф связанный, не, мне в личку, пожалуйста, напишите, я просто там отмечу, а то мне сложно будет всех, кто сейчас собирается по этому, по чату, вот, по поводу группы поддержки, вот, мы ее планируем с февраля запускать, расскажем, в принципе, тоже все просто, если у кого есть желание, я честно могу сказать, даже не хотел об этом говорить, у кого есть желание поучаствовать в группе поддержки, у нас есть группа поддержки по дропу, мы планируем, и группа поддержки по привату, ну, дроп, соответственно, с онлайн-арбитражем, кому интересно, напишите мне в личку, абонентка 200 долларов в месяц, что туда будет входить, в абонентку, это однозначно, ответы на вопросы, без созвонов, это в чате, то есть, будут ребята задавать вопросы, будут ребята отвечать, то есть, по привату, естественно, будем и втроем отвечать, по дропу будет отвечать, два человека на данный момент, то есть, всегда можно больше людей набрать, был бы спрос на это, мы тестируем, смотрим, насколько люди в этом заинтересованы, надо ли это вообще, в принципе, потому что все торгуют, все зарабатывают, те люди, которых я приглашаю, это исключительно те люди, которые уже имеют значительный, я считаю, опыт, которые реально могут помочь в продажах, а не в том поболтать, мне это не хочется, неинтересно, вот, и второй момент, второй момент, это будет у нас по привату, у нас есть и так скайп-чат, ну, точнее, чат, в котором мы общаемся голосом, раз в неделю, и, соответственно, у нас постоянно там идет какой-то обмен информацией, это будут все те люди, которые хотя бы заплатят один раз, эти там, 200 долларов, в этот скайп-чат у нас входят абсолютно все, которые прошли у нас обучение, и все мои друзья, опытные продавцы, кому интересно пообщаться, вот, кому интересно поучаствовать в сообществе, можем сказать, это грубо отфильтрованное сообщество, то есть, заточенное под конкретную работу на Амазоне, потому что надо понимать, что в этой группе большое количество людей, зрителей, большое количество людей, которые, ну, разные, так скажем, то есть, и дроп, и хайджекеры, и все подряд, тут кого только нет, соответственно, надо хоть как-то отсеивать, и вот, мы пытаемся это сделать, вот таким образом, чтобы ценные сообщества поднять, на какой-то приемлемый, приличный, вот, уровень, вот, и по дропу, и по привату, вот, это все планируется, соответственно, у нас там, к февралю месяцем, если мы наберем в эти группы, ну, хотя бы человек там, по 20, для старта, мы ее запустим, посмотрим, сколько людей отзовется, ну, от этого и будем отталкиваться, если есть желание, то можно, в принципе, денежки уже скидывать, если группа не наберется, или еще что-то, мы в любом случае придумаем, как это, ну, я не знаю, то есть, в любом случае, мы, естественно, денежки отдадим, вообще вопросов этих нет, я за это отвечаю, они будут у меня храниться, если что-то не срастется, мы предложим какие-то варианты, или денежку вернем, или сделаем какой-то, ну, просто для этой минимальной группы, просто сделаем одноразово, там, и закончим, ну, и все, вот, так что, вот такая вот история, вот, так что, что еще, а можно очень много вопросов, да, в личку плюсики, ну, или пишите по купонам, я сейчас просто сяду тогда, сообщение, он как раз у меня сейчас приходит, всех запишу, кому интересно, группы, по дропу, по, соответственно, по купонам, пишите просто, и все, сейчас попытаюсь все это систематизировать, и записать, или вообще, кстати, вообще, даже думаю, лучше будет, не так сделать, извиняюсь, потому что у меня вечно, что-нибудь забуду, я сейчас дам скайп, моей помощнице Анны, просто напишите ей, в скайп, она сейчас всех занесет, как не то, сейчас я секундочку, скину в чат, вот эту вот историю, и просто напишите ей, она это самое, соберет табличку, и мне потом занесет, то есть, по всем этим, пишут, по всем этим вопросам, лучше к ней, потому что я сейчас, сейчас звонки опять пойдут, что-нибудь пропущу, забуду, и так далее, то есть, у нас есть на данный момент, три момента, первый момент, это самый важный, я считаю, на данный момент, и тема лайва, по этому поводу, это купоны, тот, кто хочет поучаствовать в этом процессе, получить постоянную скидку, в размере, там, как минимум, 10%, посмотрим, просто я говорю, сейчас сложно, в любом случае, это будет намного дешевле, ну, как минимум, там, не знаю, процентов на 30 дешевле, чем у америкосов, это 100%, я просто ни цен не знаю, ни себестоимости, ни затрат, сколько мы в это денег потратим, просто мне сейчас на данный момент сложно, я знаю, что это надо, мы будем делать, вот, сейчас, на данный момент, мы будем собирать отчеты, отчеты, это тех людей, то есть, работая с теплым трафиком, тех людей, которые у нас сделали покупки, вот, сейчас я буду собирать это потихонечку, ну, думаю, в принципе, русскоязычное сообщество достойно иметь свой, свой такой сервис, которым можно там, пнуть периодически, там, пожаловаться и так далее, сомневаюсь, что зонбласт отреагирует так же, как мы отреагируем, вот, так, по вопросам пишите, в любом случае, для этого я здесь собираю, чтобы мне в личку не писали много вопросов, и я таким образом, как раз закрываю, ну, освобождаю свое время, от того, чтобы общаться, лично с каждым, по отдельности, вот, так что, если есть вопросы, я, во-первых, прошу еще раз, включайтесь, пожалуйста, в Zoom, сейчас я дам ссылку, наверное, все найду, так, как ее сделать, Invite, Copy URL, сдавайте голосом, мне так проще, мне неудобно читать, Zoom для этого есть, я не знаю, как мне, людей перевести, максимально Zoom, потому что, там у нас до 100 человек, могу просто сказать, на будущее, что, я планирую, лайвы полностью перевести на голос, то есть, постепенно, просто, здесь, в группе, он однозначно будет транслироваться, но, возможность вопроса, сдавать не будет, потому что, если будет много людей, просто, приоритет, всегда, ко всем вопросам, тем, кто задает голосом, вот, пока отвечаю на вопросы, по тексту, потому что, голосом народ молчит, по поводу, как раз, сейчас человек мне написал, по поводу, размера базы, ну, ребят, если у вас, там, по покупателям, я не знаю, там, 10 продаж в день, вы работаете месяц, конечно, такую базу бессмысленно, там, особо нам давать, вот, давайте просто, те, кто, у кого есть продажи, потому что, ну, бессмысленно просто работать, с маленькими отчетами, там, ну, я не знаю, какие продажи должны быть, ну, хотя бы, несколько десятков тысяч в месяц, оборот, должен быть, ну, вот, то есть, тогда, есть, там, количество людей, которые, с которым можно работать, потому что, если у нас, там, я не знаю, несколько тысяч покупок, всего, то здесь конечно сложно работать то есть десятки десятки тысяч наверное если правил продаж есть десятки тысяч на сколько если в день 100 продаж 3000 ну да наверное хотя бы от десятки то есть там три месяца человек поработал по 100 продаж там или полгода по 50 туда это интересно вот пускай не 10 там 8000 там так далее продаж когда вы понимаете что реальная информация по базе нормальная когда у нас там 500 500 тысяч я думаю не бессмысленно особо нему не мучайте сильно так давайте вопросы и принципе по домам раз 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 есть кто-нибудь вообще вопросов больше нету ну согласен у кого праздники кто работает кто как графику всех свой согласен я из-за этого и не форсирую события постепенно вкатываемся вот Продолжение следует... 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 вот а сейчас я понимаю что это вообще лабуда полная то есть вот и все то есть это подтверждение того как себе это видео что это вообще не то все так что так просто работаем работаем что-то выходит что-то приходит что-то уходит опять а мы вот и мы в этом прошли двигаемся как ничего тут пишут не пойму закрыл